Никогда не думала, что буду записывать видео на эту тему. Вообще никогда не думала, что будет что-то подобное с коронавирусом. Такое ощущение, что смотришь какой-то фильм ужасов. Но поскольку у всех сейчас это наболевший вопрос, и самый обликновенный вопрос, это, я бы сказала, для эмигрантов. Потому что люди напуганы со словом «public charge». И поэтому сегодня у меня в гостях Виктория Шлегина. Кстати, меня зовут Элина Лендерман. Если вы еще не знаете, если вы у меня на канале новенький. И сейчас в хорошей моменте подписаться на мой канал. Я налоговый консультант, а Виктория иммиграционный адвокат. И именно поэтому я пригласила ее сегодня, чтобы ответить на все ваши вопросы. Напоминаю, что иммиграционное право федеральное. Поэтому оно относится ко всем, независимо от того, в какой точке Соединенных Штатов вы живете. Правильно я сказала, Вика? Все верно. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Ну что ж, поехали. Вика, public charge, коронавирус. Все в панике. Самый главный вопрос. Сейчас государство выпустило новый закон о том, что многие из нас получат живые деньги. Будут, так сказать, чеки или прямо перевод на счет налогоплательщиков для тех, у кого есть этот счет в системе IRS. Скажи, пожалуйста, можно эти деньги получать иммигрантам? Ну, конечно, можно. Да, если государство вам платит, то можно. Это не public charge? Нет, эти выплаты совершенно не относятся к государственным бенефитам, которые включены в список public charge. Нет. Можете смело получать эти деньги. То есть это просто вообще возврат налогов, если говорить? Ну, да, это фактически, да. Это тот же самый вопрос, легально ли, можно ли получать возврат налогов иммигрантам. То есть, повторимся, если у вас только грин-карта, если вы подали на политику, если у вас какой-то другой иммиграционный статус. Если у вас просто виза, не знаю, И-2, Л-1, что угодно, и вы платили налоги, и вам положено, положено этой выплаты, можете смело получать, да. Спасибо. Теперь мы знаем, поставлены точки над «и». Далее, безработица. Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что очень многие подадут на безработицу, не потому что они лентяи, а потому что такая ситуация сложилась. Безработица public charge, да или нет? Большей части нет. Но это не public charge, сама по себе не безработица, а, скажем так, unemployment, эти вот пособия, да, по unemployment, нет. То есть, если человек подает из-за того, что случилась трагедия, случился коронавирус, против него не будет никакого там public charge, не будет каких-то проблем. Смотрите, получение денег не является public charge, но нахождение, скажем так, без работы, при наличии разрешения на работу, то есть у человека есть право работать, но он не работает. А в мирное время это может рассматриваться как негативный фактор. Сейчас, в общем, мы живем, скажем так, да, в полувоенное время, поэтому я думаю, но опять же, имейте в виду, что это только мое мнение, то есть это не подкреплено пока законом. Я думаю, что иммиграционная служба будет, скажем так, закрывать глаза и принимать во внимание, почему человек не работал. То есть на данный момент ничего нету в письменном виде, нет такого закона? Нет, пока нет, нет. То есть мы ждем? Да. Я надеюсь, что они это все-таки оформят на бумаге, да, пока вот только есть, что называется, то, что у нас есть старые правила. Что бы ты посоветовала, ждать что-то в письменном виде или все-таки можно подать? Если вы находитесь вот в подобной ситуации, да, что называется между да и нет, с одной стороны да, с другой стороны нет, вот такая ситуация может быть, посоветуйтесь с вашим адвокатом. Это тот случай, когда каждый факт должен быть проанализирован конкретно в каждом случае, и тогда можно с большей определенностью говорить. Вот, например, если у вас виза ОВА, то есть и вас лишили сейчас работы, вы не можете работать, то, с одной стороны, вы можете получить, вы имеете право действительно получить пособие по безработице, вы на это имеете право, и это не повлегчает шум. Но, с другой стороны, понимаете, ваш статус, легальность вашего статуса миграционного зависит от вашей работы. Вы должны работать, чтобы быть в вашем статусе, понимаете, ОВА. И поэтому, если вы получаете unemployment, вот эти вот бенефиты, то вы тем самым подтверждаете, что вы не работаете, вы теряете этот статус. Поэтому это очень такой вот комплексный вопрос, и если вдруг вы вот находитесь в этой ситуации, то, пожалуйста, лучше потратьте время и посоветуйтесь с адвокатом, чтобы проанализировать. Бика, а у тех, у кого уже есть грин-карта, и просто в будущем хотят на гражданство? Нет, это абсолютно нет, на них это не влияет совершенно. То есть для них все окей? Абсолютно. А те люди, которые на политику подали, потому что сейчас очень большое количество людей... Ну, политика, они в принципе находятся в списке, то есть на них паблик чарджу не распространяется вообще, поэтому здесь тоже абсолютно все спокойно. А остальные посоветуйтесь... Семейная иммиграция, бизнес-иммиграция, рабочая иммиграция, да. Нужно быть осторожными, но еще раз говорю, для кого-то. Для кого-то нужно быть осторожными, а кто-то может свободно получать. Ну, логично. Слушай, вот еще такой вопрос, который мне постоянно задают. Сейчас у людей, к сожалению, будет проблема с деньгами, то есть существует другая помощь. Например, медицинская страховка Medicaid. Medicaid – это страховка для малоимущих обычно, но сейчас изменились правила и расширили эту программу, она будет доступна большему количеству людей. Что можно сказать про Medicaid? Смотрите, относительно именно медицинской страховки федеральной, иммиграционная служба конкретно сказала о том, что если вы во время вот этой вот пандемической ситуации вы будете использовать бесплатную эту федеральную страховку для лечения или профилактики коронавируса, то, в общем, они на это будут закрывать глаза. Это не будет считаться, учитываться в public charge show. Поэтому если медицинская страховка использована вами для лечения, не дай бог, от коронавируса, да, либо для профилактики какой-то, то это, в общем, это можно, это доступно. Но другое дело, что сохраняйте все там, да, выписки, чеки и прочее, чтобы можно было доказать, что эта страховка была использована именно для коронавируса. То есть просто можно подписаться на какое-то время, если нужно вылечиться, а потом сразу же стоит отменить. Это вот единственный бенефит, по которому иммиграционная служба сказала, что можно, и мы закроем глаза на это время. Ну и слава богу, как говорится. Я, в общем, да, я то, что могу. Что-то еще? На что-то еще стоит людям обратить внимание? Что-то, может быть, о чем-то волноваться, бояться или не бояться, наоборот? Какой-то совет есть у тебя? Ну, смотрите, я хочу сказать, что вот по поводу страховки, тот вопрос, который ты затронула, это очень важный вопрос, несмотря на то, что это не правило, объявление, иммиграционная служба вывесила, наверное, дней 10, а то и две недели назад, наверное, у себя на сайте и говорила. Я читаю в прессе, что люди все равно боятся. Они все равно боятся обращаться за страховкой. То есть я еще раз говорю, ваша жизнь и ваше здоровье гораздо важнее. И даже иммиграционная служба это принимает. Потому что ваше здоровье, по большому счету, оно завязано и на наше здоровье. Да, каждый из нас есть такое понятие, как коллективный иммунитет. Идите, пожалуйста, обращайтесь за медицинской помощью. Дальше я могу сказать, что даже иммиграционная полиция сказала, что они не будут задерживать в госпиталях медицинских учреждений. То есть если вы боитесь, что там стоят нацгвардия или еще там какие-то люди, в общем, много представителей правопорядка, не бойтесь, иммиграционная полиция сказала, что, знаете, это такое, время засухи такое, когда там где в Африке во время водопоя никто на кого не нападает. Собственно, да, иммиграционная полиция, она сообщила, официально сообщила, что они не будут проводить задержание нелегальных иммигрантов в медицинских учреждениях и госпиталях. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в госпиталь за медицинской помощью, не бойтесь. Спасибо. С вами Виктория Шелегина, иммиграционный адвокат. У нее офис в Орландо, но еще раз вам напоминаю, что закон федеральный, поэтому она может вам помочь ответить на ваши вопросы, независимо от того, в какой точке США вы находитесь. Под видео, пожалуйста, оставьте свои комментарии. Естественно, что каждому из вас индивидуально мы не сможем ответить, но что мы сделаем? Мы возьмем ваши вопросы и запишем еще одно видео с ответами на ваши вопросы. К сожалению, информация меняется постоянно. Какие-то пояснения входят постоянно. Информация, которая была вчера, реальной, уже сегодня нет. Нет. Поэтому мы будем держать всех в курсе событий. Вика, большое спасибо. Рада была помочь. Всем всего доброго. Будьте здоровы. Всего доброго.